Всем доброго утра! Сегодня у нас 14 мая, вторник, время 5 час утра, солнце на улице, минус 1 градус ночью был, сейчас 0. Вообще при такой температуре мы живем без отопления от слова совсем. Это нонсенс, товарищи, это нонсенс. Так, товарищи, я чувствую, что вы мне вообще не товарищи. Да, я чувствую. Кто-то тут попаркивает, что вы не товарищи. Почему так у вас происходит? Скажите мне. Пожалуйста. Я задала вам вопрос. Что для вас счастье? Никто не ответил мне на этот вопрос. Вот скажите, люди добрые и злые, как мне думать? Вы что, несчастны? Что, совсем? Или очень счастливы и боитесь сказать, что для вас счастье? Ну, это что-то какая-то ненормальная хуйня. Вам не кажется? Меня прям это очень сильно напрягает, так сказать. Я волнуюсь. Я, собственно, переживаю за вас. Теперь нашли девочки. Надо подготовить. Ой. Да, кстати, знаете, что, девчонки, по поводу операций, да, я прочитала та противопоказания. Там, кстати, всякие противопоказания. Ну, насчет гипертонии там нет. Что там не пишут, что это гипертония. Вообще гипертония, она в разной же степени, да, чажести. Самая такая уже страшная гипертония третьей степени. Я не знаю, почему мне ставят вторую степень. Как бы, по моим ощущениям, ну, я не знаю, почему вторую степень они ставят. Вот. Врачи. По моим ощущениям, я бы не сказал, что у меня гипертония второй степени. Там я посмотрела, короче, давление, да, как его, где у меня тряпки-то, а, давление, ну, таблицу давления, таблицу Менделеева. Вообще, первую степень гипертония ставят от 140, значит, 90. Нет. Да, 140, 90, если давление у человека. Значит, а 160, уже и выше, да, тут ставят вторую степень. Третью степень ставят ось ущекотит. Чтобы ось у-то защекотило. Третью степень ставят, когда уже 180, девочки, давление. Вы знаете, что я хочу вам рассказать? У меня молодости я как бы не придавала слишком этого вообще я не придавала значения к давлению. У меня было высокое давление. Оно у меня давно. У меня вообще сердечно недостаточно. Я так думаю теперь. Оно вообще с молодости. У меня была аритмия сердца. Всегда. Ну, у меня аппарата, во-первых, не было. Во-вторых, я считала, что это нормально, что оно стучит там за 100 ударов в минуту. Вот. И в 28 лет, 27 лет я, как его, ну, у меня давление было и глазное у меня всегда было. Я чувствовала, что у меня, если я ходила без солнечных очков, у меня глаза, в области глаз, да, глазных яблок, и вот это место, короче, у меня болело. Я чувствовала, что это давление, как бы, глазное. Вот, одевала, если очки, значит, все нормально. Если я забывала одевать очки, значит, все, конец, для этого особенно. Вот. Ой. Я вот, знаете, что хочу? Я хочу, давно хочу вареньки с этим, с творогом сделать, что ли, мне сегодня немножко из варенька, наверное, сделаем с творогом. Да, потому что творог, ну, эффективный, если за 2-3 дня, он испортится. Тут полтора килограмма событий, короче, вчерашний творог и так не съели. Они наелись. Угу. Я хочу не ленивые вареньки, а именно такие нормальные. Раньше я не ленилась девочке делать вареньки, сырники, да, а сейчас такая, что-то какая-то я стала не такая. Что-то какая-то, не знам, какая стала, блин. не знаете почему? Возраст, что ли. Я не лечила давление раньше. Это я стала заниматься давлением после 40 лет. Наверное, гипертония у меня всю жизнь, гипертония. Вот когда у нас случился пожар, у меня во время пожара, это произошло 26 июля, вот, я вообще пришла с ночного купания. Всю ночь мы купались с человеком, который у меня есть на ютубе, его зовут Сергей. Видео записано, где он на гитаре играл и песни пел. Тогда он был молодой и красивый, даже, ну, такой красивый парень был, знаете, я видео записала с ним двухлетний, там, два года назад, вы, наверное, смотрели. Вот. Ну, и я, конечно, была красивая девушка. Ну, мы с ним встречались в молодости так немного. Вот. И я помню, это, как бы, последняя ночь была наша с ним встреча, и мы с ним купались, там, не только мы еще у меня подружка была, саратовская. Вот. И под утро я пришла домой, под утро, ну, была жара, хороший лет у нас было, я пришла домой, девочки, и уснула, и спала. Вот. Ну, значит, в четыре часа дня, ближе к четырем, мама мне кричит, Оля, мы мы горим. Я с просу не думаю. Ну, не сразу спала, а прямо пришла, и что-то спала. Потом пошли лила спать, переодела, значит, переодела, ну, сняла купальник, переодела, этот, как его, стринги, молодая носила стринги, зачем-то, не знаю. И у меня такая футболочка была черная, с рисунком, коротенькая такая, с жеваком. Вот. И я спала. Подружка моя, Людка, чем-то занималась, я не знаю, чем она там занималась. Владушка бегал во дворе у нас, мама делала у себя в квартире пельмени. Вот, лепила. Она была в бюстгальте платочки и юбка такая на ней была, жарко было, жарко. И юбка была простая, там, дырочка еще на боку, и гнала самогонку она в момент. И вот, а у нас квартиры-то на первом этаже были вместе, ну, двухэтажный дом, как вместе, две квартиры, выходы были с разных сторон, я рассказывала, а у нас еще дверь была на кухне, между своей, моей кухней и ее кухней. Дверь была, можно было заходить, ходить туда-сюда. Вот. И значит, она кричит, у нас пожар, мы горим, я ничего не пойму, блядь. Ну, спросу, они сами понимаете, да, спишь, да, всю ночь на свежем воздухе купалась, блядь, ну, какой тут пожар, чего-то, да, я теперь спросу, ну, проснуться пришлось, она меня трясет, я проснулась, встала, смотрю, вот так вот дверь, да, со стороны своей кухни, а там, короче, пламя, там все горит, пожар, мама в квартире, я вот сейчас вам про пожар хочу рассказать, вот, и Людка берет большую, а у меня тоже стоит бражка, таз, значит, большой, с двумя ручками, такой овальный, с водой стоит, мы же гнали бражку, да, гнали самогонку, вода-то была, оставалась, теплая вода, я ее не выливала, я ее использовала, там, на мойку, на стирку, туда-сюда, вот, она берет эту воду и плещет туда, в этот огонь, представляете, а там же ток, провода горят, до такой степени, дурта, ба, ее, короче, дернула, я вообще, короче, тут такая суета была, уже, там, знаете, там очень быстро все происходило, очень быстро, лето, жара, прям, у мамы вся квартира в пламе, да, в пламе, и мы с вами это все видим, и огонь-то с дымом, черным дымом идет на мою квартиру, вот, а я теперь говорю, а где Владик, будильник звонит, пять часов, девочки, я говорю, а где сынок-то, говорю, а мама такая растерянная, я, говорит, не знаю, я говорю, ты что, обалдел совсем, что-то, как бы ты не знаешь, что-то, блядь, я очень испугалась, что как будто бы, ну, подумала, что он там, понимаете, у нее, потому что он заходил, то туда, то сюда бегал, я очень испугалась, тут заходят пожарники, и говорят, быстро выходите, а я говорю, я не пойду, пока я не найду сына, а огонь-то идет уже ко мне в квартиру, огонь-то уже у меня, кухня горит у меня, еды, все в дыму, короче, нас взяли и вытащили под ручки, под белые рученьки нас вытащили на улицу, меня вообще под ручки, я не хотела идти, и сопротивлялась, тащили через дорогу прям, а у нас в центре города это было, право в центре, народу, народу столкнулось, там уже горит второй этаж, уже сейчас, говорят, отойдите, сейчас будет лететь шифер, и я сына не вижу, вы представляете, какой я испытала шок, значит, через дорогу меня перетащили, да, я вот так смотрю на пожар, да, вот так стою, смотрю, в тренгах и футболке, все, ничего, все, больше ничего нету, ладно, еще не в том, что мать родила, как говорится, не голая, да, и мама в этом же виде выскочила, я вот так стою, смотрю, да, и как будто мой сын в белой пижаме, а ворота, все вот этот уже горит, все, забор-то, ну, двор-то горит он, все это, я вот так стою, через дорогу, смотрю, да, и как будто он заходит, я вижу его спину, заходит горящие ворота, вот, когда я сейчас рассказываю, я прям вспоминаю, как будто это было, как вчера, вы представляете, прям вижу мальчика, мне кажется, что это мой сын, и заходит горящие ворота, я бегу туда, за ним, кричу, Владик, я забегаю, а никого нет, я прям в пожар в этот забежала, да, туда, а там же у нас газовые баллоны стояли, я-то пользовалась плиткой, у мамы стоял газовый баллон, и у соседей стояли газовые баллоны, ну, как бы мама не пользовалась, но все равно, соседи на втором этаже у нас стояли, сейчас будет газ врываться, ты куда, говорит, бежишь, меня схватили пожарники, опять, под белые рученьки девочки, да, вытащили, я ору, у меня истерика, у меня такая истерика поднялась, я думала, все, знаете, земля ушла из-под ног, да, я сына потеряла, у меня вообще, короче, башню снесло, вот на тот момент, да, и у меня снесло голову, и у меня отказывают ноги, я чувствую, что у меня ноги, меня вообще не держат, я падаю на землю, голова, сознание, у меня перекручивают вот так все руки, но они не перекрученные, да, а я чувствую, что их прикрутило, у меня перекосило рот весь, все лицо у меня было куда-то, знаете, вот так вот, перекошено куда-то, в какой-то бок, понимаете, у меня все село было, вот так вот, обнемевшие, и выкрученные, почему-то, все мои жилы, вот это состояние, я очень хорошо помню, и я, значит, этот, лежу на спине, и ничего сделать не могу, лежу, глаза ему смотрю, да, вот так лежу, девочки, я теперь понимаю, что такое парализация человека, да, и ничего сделать вообще не может, ты такая беззащитная, и ты лежишь, а уши-то хорошо слышат, да, сознание и все, чего вы ее укрыть не можете, ничем там, кто-то что-то подошел, к чем-то меня укрыли, девочки, я же полугодая лежу, да, вот, а народ уже полно, а я ничего сделать не могу вообще, и человек становится уже в таком состоянии, настолько беззащитный, вообще, я такая была беззащитная, ну, вообще, это какой-то трындец, там уже не думаешь ни о каком стыде, там ни о чем не думаешь, понимаете, там думаешь, знаете, о чем я думала на тот момент, почему, я не могу ни рукой, ни ногой шевелить, ни рта открыть, почему меня все перекосило, вот, тут подъезжает скорая помощь, значит, а, до скорой помощи, до скорой помощи, едет машина, едет машина, газель, грузовая, а там едут мои два друга, значит, один тоже на непокойной давно, Саша с Олегом, Сашка за рулем ехал, да, и я вижу вот так, краем глаза, ну, боковым зрением, боковым зрением, вот так вот, да, лежу на траве-то, и вижу, что машина, там была, и выбегает Владик у меня из машины, выбегает и бежит, подбежал, мама его взяла на руки, тут стоит передо мной моя мама, влюбленная подружка, да, вот, а я ничего не могу, я не могу это открыть, а у меня слезы, потекли слезы, знаете, прям это, от страха, за сына, ну, за все, да, у меня вот тут, я же в сознании, он как бы нормально, нормально, у меня же голова отработает, у меня текут слезы, я смотрю, я не могу ни рукой, ни ногой шевелить, ни языком не могу шевелить, вот, тут приехала, подошла, подъехала скорая помощь, подошли эти, врачи в белых халатах, в нос мне эту какую-то нашатырку, стали, да, нашатырку стали ссувать, делали укол, что-то, ну, медли, давление, туда-сюда, что они там делают, вот, и у меня чувствую, ног я не чувствую, девочки, ног, а чувствую, что вот этот спазм, да, вот это, меня вот все перекрутило, я лежала несколько минут, пока скорая помощь не приехала, у меня он уходит, и как будто бы, знаете, по телу, как будто тебя крапивой ошпарили, как будто ты упала там, или не упала, или тебя, ну, все крапивы тебя, вкусно, в крапиву ты упала, повалялась, вот такие, знаете, как это, иголки по телу, вот, и я плачу, и вот так, медленно-медленно говорю, да, лежу, а встать-то я не могу, ног-то я не чувствую, я говорю, как же дальше, сынок, будем жить, да, и плачу, а он такой вот, никогда не забуду, истинный бог, святая икона, а он сидит у бабушки на руках, и говорит, мама, ты не плачь, я, говорит, вырасту, и все новое куплю, представляете, надо же, да, вот такой ребенок мне сказал, он уже понимал, да, он же, его же, кто-то этому не учил, он же понимал, что все сгорит, и ничего у нас не останется, и он мне вот такие вот, прям слова сказал, мама, ты не плачь, я вырасту, и все новое куплю, говорит, представляете, я еще больше отплакала от его слов, когда он вырастет, он такой маленький, ему только было вот, три года ему исполнилось, нет, четыре, четыре девочки, такой маленький, да, ой, ты уже тогда понимал все, и, короче, это как его, ой, Сашка меня взял на руки, и, короче, посадил в кабину, а там сидел Олег, и мы поехали, Оля, тебе надо, отсюда уехать, на руках у меня, но это не жених был, это Людкин был, кавалер, был подруг, это у соседки, Людка с нами поехала, вот, просто друзья мои были, и, короче, надо, говорит, это, на Волгу тебе, на Волгу, мы поехали в сторону Меряда, на Марфасадске, меня смотрит, кто-то знает, где-то находится, Мерядаский пляж, вот, в сторону надо мыть, Коля будет мыть, он моя посудомойка, так, вот этого у меня пока хватит, нарезанного, тут еще, сюда-сюда, Коля, да, он мне на руках, заносит, значит, этот, как его, воду, и ставит на ноги, девочки, за вас, мои друзья, осадок все равно из на дне, там, кушать, вот, ставит на ноги, и держит, ну, сколько там минут, я не знаю, девочки, стояла я на ногах, ну, он держит меня, потом, а я же плаваю хорошо, он говорит, Оль, руки-то у меня заработали, плыви, говорит, плыви, но я стоять сама не могла еще пока, до конца, поплывешь, я говорю, поплыву, он меня теперь, так, закаливает и держит, и я, девочки, поплыла, поплыла, он вышел из воды, они стояли на берегу, кто-то сидел на корсточках, и мне они сказали, плавай, 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 просто плавай, ничего не надо, я плавала, я глубоко не уплывала, глубоко, как не плыви, я плавала вдоль берега, в одну сторону, вниз, потом разворачивалась, в другую сторону, просто спокойно, спокойно, я плавала, спокойно, почему меня Саша, так, почему меня Саша, почему меня Саша, что мы небесные, повез на Волгу, видимо, ну, вода, она же вообще приносит пользу, да, и расслабляет, конечно, все мышцы, вот, а что было, когда у нас произошел пожар, они ехали мимо, да, и Владушка, кричал, возле дома бегал, спасите нас, спасите, у нас пожар, это когда мы еще были дома, все, вот так, он-то видел уже, что там горело, с улицы, с семей, вот, и мальчишке, он говорит, надо, говорит, вызвать пожарную, а ребята ехали на машине, они остановили, говорит, Владка, ну, Владку же они знали моего, что, говорит, случилось-то, а у нас, говорит, пожар, надо вызывать скорую помощь, фу, скорую помощь, господи, совсем дурная, пожарных, и вот, и они вызвали пожарных, вот так, потом, значит, я плавала-плавала, я говорю, значит, да, ну, с их девочки вкусные, обалденные вообще, так, тут разницы нет, кому колечки, кому не колечки, все одинаково, вот так, девочки, вот такой завтрак у нас, вот так, вот, полезно очень, вот такие дела, так, Колька сейчас вымыть сковородку, поднимая посудомойка, свечи расставила, мне мыл козел, потом, потом, значит, ну, я не знаю, сколько по времени, брать не буду, сколько по времени я плавала, плавала, плакала, и потом говорю, выхожу из воды, сама, на ногах выхожу из воды, чувствую в ногах слабость, еще какую сильную слабость чувствовала, вообще такую, знаете, капитальную, покачивала меня в разные стороны, потрясывала меня, вот, я говорю, солнце светит, девчонки, я говорю, поехали, Саша спрашивает, куда, я говорю, поехали на пожар, хочу посмотреть, что там осталось, он говорит, тебе лучше не смотреть, я говорю, нет, поехали, ну, меня повезли, они, да, с ребятами, поехали, а там что осталось, а там ничего, там просто обгорело, сгоревший дом был, а у рам там оконах не было, первый этаж, моя квартира, она, стены остались, моя квартира, ну, как, не то, что мои, вообще стены остались, стены, да, просто задняя часть дома, вот, значит, квартира моего дяди, второй этаж, и моя мама, внутри вся сгоревшая, была, вот, у меня сгорела, как бы, кухня, кухня вся, да, вот, а пожарники тушили, просто все задымилось, задымилось все чернотой, вещи, постельное белье, все, да, бязь его, у меня белоснежное было, постельное белье, полотенце, все в шкафу, они были черные, посуда вся черная, все было залито, потому что внутри, я там, горела, и пожарники тушили, вот, вот, ну, вот так, в таком все состоянии было, в черное все, и, мама там что-то выносила во двор, что-то развешивала, чего-то там на веревке, эту черноту, на тот момент, вот, дедушка пришел, заколотил окна, бабушка сказала, чтобы не разворовали все, до конца, заколотил какими-то деревянными досками окна, мы ночевали у бабушки с дедушкой, естественно, да, куда пойдем, вот, а потом на следующий день пришли, ну, куда, а куда идти, надо же только идти к себе домой, на рапелище, да, вот, бабушка говорит, надо брать там хорошие вещи, перестирать посуду, черную посуду, там, дедушка нагружал на тележку, да, мы все мыли у бабушки в огороде, вещи, вот эти вот, свастильное белье, все бабушка кипятила, кипятила, говорит, Ольга, все, говорит, выстираем, в этом, персоли, все вот это, да, кипячили, потому что, ковры у меня были, там ковры стирали, все это на колоде, ой, какой-то прыщ выскочил, девочки, болит у меня аж даже он, вот, ноги ни с того ни с сего с утра, вот, и это, все, блядь, как будто кто-то укусил, а никто меня не кусал, просто на ляжке, выскочил, какая-то херня, блин, не болит, как укусить какой-то, млядь, кто ему вкусит, и нету, как его, ну, что я хочу сказать, девчонки, мы приходим с утра, а там доски оторвленные, там, нахрен, и, ну, воровали, кто что мог, тащились пожар у нас, чужие люди, фляги, в первую очередь, унесли же, в первую ночь, алюминиевые, да, вот, фляги, там, ведра, игрушки Владушкины, у нас полочка была, вот так вот, полочки книжные, и на этом стояли у нас эти, как его, игрушки из-под киндеров, да, прям вот, помните, киндеры продавались, да, и там прям собирались, там, в каждом киндере игрушка была, и как типа сказка, что ли, да, покупались Владки каждый день, эти киндеры, и как бы коллекциями, коллекциями, ну, у него вообще в коробках, две коробки были, игрушек всяких, там, пистолетов, автоматов, там, машины, ничего такого не было, все это было, короче, тоже все задамленное было, да, ну, почему-то людям, людям понадобилось это все, они посчитали, что им нужнее, чем нам, вот, и было своровано, хотя после пожара, есть такая примета, никогда ничего не берут, я имею ввиду, чужие люди, нельзя, потому что, у них может произойти пожар, не то, что может, а вообще произойдет пожар, но почему-то люди, посчитали, ну, я же не видела этих людей, это же были, мы же не могли сидеть в середине ночи, да, там, они считали, что им нужнее, что ничего нам уже не надо, вот, что можно было своровать, что можно вытащить было, вытащили, дед приколотит, бывало, да, эту доску, на следующее утро приходим, опять доска тормена, там уже все вытащили, за одну ночь все вытащили, блядь, а все равно ходили девочки, да, и все равно что-то еще, еще находили тащить, все равно, блядь, все равно люди что-то таскали, понимаете, все равно, блядь, все сгоревшее стояло, да, все вздымленное, черное, меня вообще, знаете, вот эта людская, все же, вот этот людской беспредел меня поражает, почему-то, у нас произошло горе, да, страшное горе, как бы нет бы помочь им, подать руку помощи, да, вот, а тут, ну, это же горе, понимаете, пожар, ну, можете себе это представить, или, я не знаю, как, представить это, наверное, невозможно, когда у самих не происходит, не дай бог, чтобы у кого-то что-то такое произошло, я просто по себе скажу, когда раньше у кого-то что-то там горит, горит дом, да, когда была молодая, до пожара еще иду, ну, горит дом, горит, ой, как страшно, горит, да, пожар тушат, все, да, люди в истерике, а ты проходишь, да, и совершенно, знаете, вот, по мне так было, и спокойно, никакой реакции, ну, пожар, пожар, да, у людей все сгорело, а чтобы там, вот, как бы душевные какие-то переживания у меня были, у меня такого не было, поэтому я думаю, что и у людей, наверное, такого нет, потому что люди, пока сами на себе это не испытают, ну, как могут переживать душой, да, а потом, я живу, как бы мы это пережили, да, вот, я понимаю людей, этих людей, у которых это происходит, вот, это очень страшно, еще, слава богу, что все живы, остались всегда, вот так, ну, тащить, воровать после пожара, у человека, у которого произошел пожар, да, остаться, это какой-то нонсенс, это беспредел, это неправильно, неправильно, это мягко сказано, это просто беспредел, у ребенка забирать последнее, ладушка осталась в шортиках, в футболочке, в сандаликах, вот такая история, девочки, то, что я рассказываю, это одно, да, просто я вот вам рассказываю, это все, сейчас воспоминания, все вот это, да, я же, ну, как будто бы, все вижу, да, все на глазах происходит, на всю жизнь эти воспоминания, вот, я очень теперь хорошо понимаю, да, и сочувствую таким людям, у которых такое тоже происходит, вот, а потом после пожара я пошла в Белый дом, в администрацию, у нас тогда работал Шолин, глава администрации, я говорила, мы остались на улице, дайте нам что-нибудь, какое-нибудь жилье, а он сказал, а жилья нет, это ваша проблема, что вы остались на улице, да, так и ты сказал, я говорю, но, как наши проблемы, мы же жили в социальном жилье, да, а вот так, никого это не волнует, у тебя, у твоей бабушки, говорите, есть вот с дедом квартира, однокомнатная дедушка, я говорила, когда-либо ветеран войны, да, уже когда-нибудь на пенсии, поэтому к пенсии ближе, однокомнатную квартиру, и дом, ты не бездомная, иди, живи, я говорю, это не считается, я мать-одиночка, с маленьким ребенком, я останусь в вашем кабинете, буду тут жить, я говорю, у меня бабушка с дедушкой, как бы, ну, не берут на копечение, мне нужно свое жилье, а он сказал, нет, было отказано, бабушка сказала на тот момент, мы пожили немного, она сказала, твой сын мне тут не нужен, потому что он прыгает, на диване, прыгает на кресле, мне это не нравится, пылите столбом, вот, если будет сидеть на одном месте, тогда живите, как, ну, как ребенок может сидеть на одном месте, можете себе это представить, я не могу, например, это представить себе, вот, у меня в ладушке ходил в садик, и нам только нужно было где-то, ну, как бы, приночевать, да, с вечера до утра, я торговала семечками, моя мама тоже торговала, мы заходили за грибами, торговали семечками, ближе уже к осени, к зиме, покупала по 2-3 килограмма семечек, жарят на дом, и на автовокзале торговала, вот, вот, а бабушка сказала, ты живи с нами, а ладошку надевай, куда хочешь, я говорю, и вообще мне надоели, что ты торгов, ой, воняешь семечками, а у них кухня была, отдельная от зала, отдельная, как бы, да, вот так, отдельный вход, когда заходишь в дом, была летняя веранда, и потом налево кухня, там печь стояла русская, маленькая такая кухня была, как наш, наверное, чуть-чуть побольше с печью, вот, и на метр побольше, а потом направо туда вход был дом, дом, и между кухней и залом было окно, окно было срамы, двойное окно, вот, и она говорила, что запахи и гари, идет, короче, в зал, и воняет, и посернеет весь ее белый потолок, который я каждую весну перед Пасхой мыла, вон там дедушка сделал потолок, из арголита был покрашенный белой краской, он всегда был чистым, вот, я мыла сюда порошком перед Пасхой, исполаскивала чистой водой, она говорила, что потолок будет, опять длинное видео получается, да, черный, и, короче, ну, уходите, сказала, куда хотите, куда хотите, туда идите, и мы скитались по людям, кто где мама жила, вообще, где-то там, я не знаю, где, не знаю даже, мама жила где-то, кто где мог, короче говоря, жили, я даже не помню, где моя мама жила, честно, каких-то знакомых, я не знаю, кто как мог, девочки, кантовались, кто как мог, встречались днем там, ходили, собирали бутылки, пустые, тогда можно было сдавать тару, сейчас у нас нету приемных пунктов, вот, на кладбище ходили, собирали бутылки, ну, это в летний период, да, траву собирали, вот, по Волге я собирала этому чимачиху, у нас была за год контора, по осени, завал туда мешками, таскала этому чимачиху, вот, семечки, вот на следующий лету тоже так же, травы, короче, ну, все это, одно и то же, бутылки, травы, все это, пять лет мы были прописаны на пепелище, а что я сделала, я поехала осенью в Чебоксаро, я не помню, какая-то резиденция, сейчас я не, вот этого я не помню, где я была, мне кто-то сказал ехать нам туда, написать заявление, я поехала, написал заявление, я объяснила ситуацию, что у нас произошел пожар, и что мы сгорели, предоставил, значит, 40 копию справки, взяла, вот, в пожарный, вот, и что я такая, такая-то, осталась на руках, с маленьким ребенком, мать-одиночка, на улице, вот, это уже была зима, ну, конец осени, ближе к зиме, да, да, осечка, тебя, осечка, еще тогда не было, сына, даже в проекте, да, тебя еще тогда мы не родили, ты даже в проекте не был, сынок, да, вот так вот, ты думал, ты уже спроектировался, что ли, и слава богу, что тебя тогда не было, караул был бы, там у нас барсик, барсик задохнулся, дерьмо, осечка, у нас тогда был барсик, такой же хороший, сладкий мальчик был, да, смотрите какой, да, соловушек мой, мой лисенок мой, мамин мой, жалеет меня, я плачу, он меня жалеет, душа моя, ты моя лохматая душа, с мокрым носом, вот, на прививку надо сегодня позвонить, будет прийти, надо будет 19-го, наверное, прививать его девочки, 21-го не сможем, мы, и, короче, что я хочу сказать, ой, вот, правило, я заявление написала, и все, ну, я, что-то, знаете, так, не продала слишком серьезного значения, что мне кто-то там поможет, ну, и все, и тут через месяц, значит, я сижу семечком торгую, уже снег идет, пургай, вот, мне дедушка дал, ватные штаны, пуховик, сижу такая, да, под снегом, тут припоршеный, вот, помню, как вчера, пакетом накрыла семечки, снег идет, валит, да, в валенках сижу такая, красивая девчонка, секси, секси, да, вот, тогда я там и встретила я со своим очередным мужем, который у меня покупил семечки, мы познакомились, местный Сергей, вот, я рассказывала про него, он был нормальным тогда, на тот момент, но это потом уже, это потом все было уже, вот, и что, мне говорят, и Оля, тебе, говорит, вызывает, говорит, что Оля, говорит, глава города, говорит, к себе на ковер, какая-то женщина сказала, я пошла, я пошла, оставила, значит, тут бабушке, соседке пакет с семечками, говорю, посмотрите, она говорит, ладно, я пошла, он на меня наорал, как я смел, подавать на него жалобу, ну, я написала, что был отказан, да, как я смела, но меня наорал, вообще наорал, блядь, Оскар был по всякому наглый, такой беспределый, вообще мужик был, и он сейчас живой ходит, говорю, не орите на меня, он говорит, иди по морпосаду, и ищи, найдешь себе жилье, бери, жеми, мне так сказал, я тебе даю добро, узнаешь, ты пустая квартира, заходи, и живи, вот его слова были, да, в морпосаду ходи, и ищи, никогда не забуду, блядь, вот сейчас смешно, девочки, да, но, знаете, тогда было не до смешного, как это, ходи и ищи, блядь, узнавая, спрашиваю людей, узнаешь, где пустая квартира, там и живи, блядь, так просто, знаете, да, интересно, интересно вообще, да, как так можно быть, а так и было, но об этом я вам расскажу в следующей серии, хорошо, как дальше произошло, происходили события, в нашей жизни с ребенком, очень интересные были события, очень, у вас никогда такого не было, да, пошли искать, в прямом смысле слова, как сказал нам глава города, не приложено там буду, во всяком случае, и я понимаю, что испытывают люди, да, остается без всего, вообще без всего, во-первых, некуда идти, вот так поступила моя бабушка со мной, с нами, потому что, ну, она сказала, что ребенок должен быть послушным, и подчиняться командам, команда, это значит, стоять, лежать, сидеть, блять, да, а квартира стояла пустая, они в ней не жили, они ее просто оплачивали, ну, как с мебелью она стояла, у меня никто там не жил, и нам не было предложено идти в квартиру жить, хотя я просила у бабушки, она сказала, нет, эта квартира принадлежать будет Сереже, а тебе будет принадлежать гнилой их дом после их смерти, она так всех рассудила наследство в своем, даже временно бабушка не пустила, дед говорил, тебе что, мажанка, что ли, пустит Ольгу-то, нет, они там всю квартиру засрут, молодец там все обдерет, все поцарапает, почему-то, не знаю, почему у меня такой царапалка, что ли, да, видимо, у меня такой царапалка, он все обдерет, поцарапает, и все поломает, ой, а там стоял просто буфет, вот этот сервант у мамы, который стоит, я показывала, где фотография в ладошке, на коричневой в зале стоял, и диван, который потом с нахаба ссалались, выкинули, телевизор стоял, сломанный рекорд ламповый на тумбочке, и шифонер, лакированный трусверчатый, стол, стулья, все в принципе, ну, ну и того, нам было не положено, вот так, она считала нормально, что мы скитаемся, и как мы живем, это ее вообще не интересовало, вот, а дед очень переживал, поэтому я говорила, уже, и скажу, что у нас дед был самый лучший на всей планете Земля, просто дед не имел своего слова никогда, да, предложение, конечно, поступали от него, но сам сделать, например, да, если включать квартиру, без разрешения бабушки, он ничего не мог, он вообще ничего не мог, без разрешения бабуль, потому что она была всю жизнь царством небесное, главнокомандующий, командир, дед у меня был всегда в подчинении, и даже, когда дед озвучил, она на нее очень сильно орала, как он смел, как дед, ты только смел не то что сказать, а как ты мог подумать об этом, деду даже нельзя было думать, да, я помню, как бабушка выторачивала глаза и орала на деда, как ты смел подумать, блядь, какой там произносить, даже подумать нельзя, это какой-то нонсенс, моя послушная посудомойка моет посуду, у нас в семье тоже так, то же самое, вот, у нас в семье командир я, это у нас так принято, а это не только с Колей у меня в семье, у меня всю жизнь я всегда была командиром со всеми мужьями, и мужья меня слушались, да, а если не слушали, значит, мы разводились, и все, со мной разговор был всегда короткий, если гладишь Багиру по шурстке, значит, все хорошо, если Багиру начинаешь гладить против шурстки, значит, все печально, значит, разводимся и разбегаемся, как в море корабли, вот, никогда прогибаться и прясать под мужиком я не делала этого, и не буду делать, сегодня я буду готовить голубцы, вторую партию, там, наверное, было больше, может, тут меньше, я что-то не знаю, там побольше, мне кажется, было, а может, так же, голубцы мне очень понравились, очень-очень вкусные, не надо возиться, ну, может быть, там не такое мясо, как бы хотелось, да, делать, но я с голубцами, девочки, я раньше возилась, я делала, сейчас я не буду возиться, крутить это все, крутить, мутить это все, не надо, вот, купила, и бус не дуя, вкусные голубцы, у нас еще есть партия картошки, я решила сегодня это все дело доготовить, на два дня мы это все съедим, вот, потом перед отъездом мы ехать, я следующий понедельник уезжаю, да, мне нужно будет наготовить, наверное, скорее всего, плов, плов я, Коля, приготовлю, на второе, и, первый у нас есть суп, борщ и есть, вот, что-то приготовлю из первого, наверное, скорее всего, с консервой, с рыбьей, сварю просто картофельный суп, Коля, кастрюльку, небольшую, не пятилитровую, трехлитровую кастрюльку, перед отъездом, там, с Ксением, и, вот, на другую неделю, уезжаю на 10 дней, но, провезу, купим, когда поедем сейчас, с этим товарищем, колбаски, конечно же, куплю ему, сыру куплю, будет он есть, налогный он не будет, да, товарищ, смотрите на него, смотрите на него, сидит, на вал, посмотрит, чего ждем, лисенок мой, Коля, Коля, там, это, Оська, описал пеленку, ты так вот срежь, ладно там, пеленочку, чтобы где он описывал, и пониже сделай, там, Осечка, когда описывает боковую пеленочку, да, низ вот так, ну, половину где-то, да, срезаем, потом, на скоте же приклеено к стенке, пониже делаем, чтобы, ну, не всю пеленку выкидывать, ну, зачем выкидывать, когда еще на пару дней, он может отписывать вторую половину пеленки, вот, опять, кашу положила с мясом, никто не ест, никто не ест, творог не доедает, вообще, девочки, вот, не хватает гуськи, ничего бы сейчас не было, гуськи не хватает, она бы съела бы все, все, а так никто ничего, повязали, повязали, мясо съели, да, и все, сейчас Акуле скажу, чтобы он смешал с консервой, эту кашу, мясо съели, а вели памперс, вот, пока, вот, когда сняли памперс, она ходила в этот, только, как бы на пеленку ходила, а потом она уже все, девочки, стала наглить, опять, она, это, это дело характера, сняли памперс, когда у нее было, апрелось, да, она, смотрите, она ходила на пеленку, апрел сейчас у нее прошла, она ходит везде, опять сытно, везде на полу, невозможно, опять сняли памперс, опять запечатали ее задницу, гуляй, вот, сегодня все же, а, девочки, вот, по поводу, темпинанбур, у меня большой облом, я позвонила вчера к женщине, да, вот, довериться, сегодня мы встретимся или нет, она сказала нет, темпинанбур нету, девочки, мы, говорит, пошли сможем выкапывать, для тебя, говорит, темпинанбур, а его нету в земле, то ли, говорит, он замерз, я, говорит, никак понять не могу, то ли, говорит, он ушел в землю, представляете, она, говорит, мы осенью накопали, два бедра курум, да, дали, присадники, еще у нас другая плантация, это, бенанбур есть, говорит, да, а его нету, нету, а я еще позвонила, хотела не два, три килограмма попросить, и тут у меня облом, девчонки, она говорит, я не знаю, говорит, куда, как он делся, я еще думала, до тебя, говорит, выкопать его, хотела, можно сказать, сейчас, говорит, потеплее не будет, а выкопать и курум, еще пару ветер, ну, чтобы в земле не мешался, дать курум, вот, а может, там смеется, говорит, пусть не переживает, осенью, говорит, вырастет, говорит, ей пару ветер, дайте, я говорю, ну, ладно, что теперь, говорит, сделаешь, давайте будем, она говорит, может, что-то взойдет, может, не взойдет, но у нас только такой, первый, говорит, никогда такого не было, вот так, Лена писала, там, в городе, может, есть, пенанбур, я не знаю, может быть, есть, но я вот поеду на колхозный рынок, да, как-нибудь, поспрашиваю, наверное, должен быть в городе на колхозном рынке, магазинах, я не видела, там только имбирь в магазинах, пятерочки, магнит, магнит, а у меня, пенанбур я не видела, девчонки, если только где-то на колхозном рынке надо спрашивать, помидоры с укорцами еще не ели, надо сегодня сделать салат, пожарить картошку, приготовить глупцы, сейчас я не буду готовить, сейчас я пойду, ну, как сейчас пойду, пойду я в больницу, в ЖКХ, на почту они мне ответили, они сказали, значит, я говорю, почему, я прямо написала, здравствуйте, зачем вы мне врете, такая-такая-то, пришла квитанция, что я не оплатила, значит, за март и апрель, вот, мне пришло на почту ответа, ЖКХ, что мы произведем проверку, заплатите за апрель месяц, зарплату, произведут они проверку, блин, я сейчас не пойду, произведу, вместе с ними проверку, блин, проверку, я им покажу, вырыл его так, витансы, да, где кто-то, Коля, Коля, хочу сказать, чтобы он дал консерву с собаками, потому что каша потом посохнет, Коля, моя, 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 пришел, пришел, ты, мясо, дай из консервы, помешай им, они так покушают лучше, ты, моя, ты, моя, батюшки, туда, таки, мы не можем, мы такие вот, мы такие, да, мы такие, мамины, мы, сейчас папа тебе даст, будешь, что-то кушать, нет, или ты тоже будешь, выкоблучиваться, бегать, лисенок маленький, лисенок, маленький лисенок, а ты, ты засыхай, ко мне не лезь, у меня вот, а это вчера, я его так хвалила вчера, я говорила, вот, посмотри, какая у нас Буси засыха, какая девочка нехорошая, да, я там говорю вчера днем, его глажу, целую его, да, а он, вот так сидел, что я с ним разговаривала, все, да, а он, знаете, еще сделал мне на пахусь ничего, потом я его вот так вот отпускаю, и через пять минут я иду на кухню, он, девочки, на сал, на сал, короче, на дверь, вот на эту дверь, на сал, вот, туда внизу, на сал на дверь, прям на сал на дверь, хоть бы ходить по деревне, блядь, и с другой стороны на стену на сал, и брызги все по полу, шикарно, да, нормально, блядь, я его люблю, целую, ах ты, говорю, пизденыш, я тебя люблю, целую, да, а он взял вот на пакость, нечего, вы понимаете, че какая тварина, блядь, вот что вот у них в голове, у собак, ничего не знаю, ну, конечно, естественно, я вытергла, что я наорала на него, наругала, он как бы всегда ходит на пеленка, а это просто, почему на пакость, ничего, вот в чем вопрос, может быть, он решил поддержать боню с этим самым, я не знаю, смотрите, пошел, пошел, сидит на соль, сейчас посмотрите, смотрит, папа там что-то готовит, что-то сейчас будет вкусное, наверное, что-то хотят, а я не знаю, что они хотят, блин, голубец же не дашь, ну-ка, давай-ка, консервуем, мясо съели легкие, да, а кашу вот мы с маслицем совсем не хотим, ну, знаете, какие тоже, да, привереда, привереда, такие привередные вообще, эй, хвостики, засыха в памперсе, наказано, писка запечатана, хвостики, смотрят они, деловые, вы деловые, да, деловые, Коля, дай покушать им, Коль, пойдем, 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 вот так, вот так, девочки, сейчас близнет пару раз и уйдет, буйка, Бонька, еще, о, смотрите, все, 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 вся любовь, Бонька, еще тоже полежит, полежит, ну, я думаю, что они не голодные, были бы голодные, поели бы, папа его будет сувать и сувать, а он не хочет, а он не хочет, смотрите, все, буйки нету, буйки нету, вот они такого не так не делали, когда буйка была, он может переживать, что буйки нету, что жена ушла, уехала, бросила его, ладно, мои хорошие, длинное видео получилось, всем с добрым утром, просыпайтесь, всем приятного аппетита, кто будет завтракать или обедать, спасибо вам всем за просмотр, а по поводу счастья, ответьте мне, пожалуйста, в комментариях, мне очень интересно, будьте добры, если вы меня слышите, если вы глухие, то не отвечайте, мне интересно ваше мнение, почему вы мне не пишете, вот, смотрите, смотрите, вот посмотрите, вот посмотрите, вот характер, да, вот характер, вы видите, интеллигент, интеллигент, но хочется и колется, как будто кто-то не дает, а, сейчас, ага, там слезнет, слезнет что-нибудь, слезнет, знаете что голодный поезд не голодный пошел за а у петровна почему-то коты трахомы болеют и главное никто и зрители не написал что у него у них если глаза гоноятся или еще что-то это трахома у животных она принесла чужого кота были трахома новой заразил еще после своего кота вообще в шоке и петровна может заболеть этой трахомой да это зараза я все рассмеялась девочки до слезы она о боже назвала видео о боже название же так ведет там трахому бьет плечо какой-то кошмар все наше время трахома блять это что-то счет это вообще какой-то нонсенс всем всем хорошего дня хорошего настроения берегите себя и своих близких нас вами как всегда я багира на своем канале дневник багира из города малинский посад республика чуваши до новых встреч